добрый вечер и он добрый прекрасный спасибо за возможность этой встречи и эта встреча необыкновенно потому как сегодня мы с антоном антон яхонтов мой коллега по проекту о котором мы сегодня будем весь вечер говорить собственно и с вашего позволения тогда несколько слов собственно расскажу что это за проект и и почему я здесь и и я встану пока встает олег да я хочу напомнить что здесь у нас происходит так много чего вот медиа-центр но есть такая программа она называется галерея плавающего звука вот и собственно поэтому мы сейчас здесь сегодня мы это первое первый ивент галереи в этом театральном сезоне и она посвящена многоканальной музыки вот и я очень рад что мы таким образом начинаем этот год вот и олег у него невероятно есть много материала вот я думаю что я буду сам 108 сегодня слушатель ну смотрите тут этот проект что называется начался неоткуда я вдруг в какой-то момент понял что есть такой мировой феномен который не до конца проявлен и феномен называется советская киномузыка но вроде бы все понятно а с другой стороны ничего не понятно мировой феномен он хотя бы потому что нигде в мире композиторы такого высокого уровня в кино не работали ну давайте вот самых очевидных возьмем шостакович прокофьев шнитке губай дулина кончели у них играли и будут играть в академических залах это серьезно академические это великие композиторы 20 20 века и на западе очень жесткое разделение либо ты композитор который пишет для кино голливуд композер либо тебя играют в карнеги холл либо ты там либо ты там и по словам того же шнитке ни один приличный уважающий себя композитор в кино не работает у нас по разным причинам не всегда радостно это происходило наши в кино работали и оставили после себя серьезный след но этот феномен до конца не артикулирован и до конца не исследован и есть много шансов что эта музыка забудется вместе с фильмами которые стареют раньше чем музыка в архивах и через через какое-то время в общем она по сути забудется и как бы перестанет существовать и миссия этого проекта проект называется так три степени свободы музыка кино ссср и миссии этого проекта отделять музыку от кадра и присоединять к вечности ну не присоединять есть более изящное слово и и это миссия проекта и собственно для того чтобы это делать нужно решать крайне простые задачи нужно обойти все архивы и с 2016 года я занимаюсь этим проектом занимаюсь им в общем-то серьезно но тайно я об этом почти никому не рассказывал и мне помогает моя маленькая команда и и все архивы ну это значит в архивы киностудий госфильма фонд какие-то частные архивы что есть в поле зрения и собственно нужно найти магнитные ленты так называемая раздельная фонограмма где музыка отделена от диалогов от шумов собственно цифровать ее потому как большинство той музыки который будет так сказать проект в проекте звучать быть играть и так далее она не издана то есть ее нет в цифровом пространстве а значит она не существует в современном мире и есть шанс что она не будет существовать в современном мире как я уже сказал она забудется вместе со старыми фильмами в киноархивах и собственно чисто технически это выглядело так это бесконечные походы если вы думаете что везде с архивами у нас в полном порядке я скажу что это далеко не так основной на спаситель это госфильма фонд который сейчас чуть по-другому называется но тем не менее там мы многое нашли кое-что нашли в частных руках одну две фонограммы я нашел на фондах массфильма собственно это что касается что касается отделение музыки от кадра и после этого нужно было сделать тщательную реставрацию я знал одного специалиста с девяносто пятого года мы с ним уже работали и у него за плечами большое количество реставрационных и мастеринговых проектов живет он в городе кельне он сам румын его называют magic раду и собственно в его руки я отдал эту музыку чтобы он сделал реставрацию и мастеринг как шла работа собственно над музыкой как идет работа берется вся фильмография шнитке причем она в разных источниках она по-разному звучит поэтому я нужно верифицировать я не помню точно сколько у него картин порядка семидесяти картин за 15 лет активной работы в кинематографе и отсматриваются все фильмы в срезаются все музыкальные фрагменты которые там звучат под диалогами или чистые или как угодно но просто берется и все и раскладывается по папкам этот огромный музыкальный массив то что собственно говоря композитор оставил после после себя после своей работы кино потом все это дело слушается это очень большой объем и поэтому слушать нужно очень долго очень долго чтобы объективно оценка была восприятия после этого составляется короткий лист то есть из чего можно сделать по драматургии саму музыкальную компиляцию задача музыкальной компиляции чтобы любой человек двадцатилетнего возраста ну или двадцати пятилетнего возраста послушал эту музыку и сказал как же я давно люблю эту музыку только ни разу не слышу ну то есть чтобы она в него что называется сразу попала и сразу захватила и этот проект мультиплатформенная это второй мой мультиплатформенный проект после жизни планет посвящение не снятым фильмом шестидесятых здесь тоже будет задействованы все каналы собственно музыкальный сборник сценическая постановка то что я говорил про ленфильм то что мы делаем с антоном яхонтовым это сайт который будет каждый год прирастать новым героем на следующий год мы задумали сделать олег коровичука эта книга книга выйдет 10 ноября в издательстве порядок слов компиляция в цифровом пространстве этот сборник музыкальный и винил выйдет в марте следующего года мы стоим в очереди немецкая компания производитель винилов который я очень доверяю собственно там она дико перегруженной на марта на нас поставил винил будет двойной он будет коллекционный 500 штук с ручной фабричной маркировкой закатанный в целлофан допечатывать мы его так сказать не будем кому в чьи руки он попадет значит эти руки больше всего и хотели чтобы он в него чтобы он в него попал собственно мне вообще нравится фразы которые я часто для себя повторяю теперь это будет знаете вот раньше этого не было и не могло быть а теперь это будет ну и в принципе после определенного возраста я делаю те вещи которые без но которые ну не никто другой не сделает ну вот я точно знаю что нужно быть безумным человеком чтобы уже сколько там шестнадцатого года пять лет кропотливо ну как бы выгребать эту тему и всем очень нравится что когда я рассказываю чем я занимаюсь но рядом мало кто встает по подзнамена внутренне морально помогают но в окопах никто сидеть не хочет вот поэтому я себя приговорил к этому пожизненному по всей видимости проект потому что впереди много имен и собственно я отскочил от технологического процесса когда я составляю вот эту вдохновляющую компиляцию а ведь этот проект в первую очередь направлен на молодое поколение он и будет решен именно такими такими средствами чтобы в первую очередь чтобы он был понятен и доступен там молодому поколению как когда-то говорили шестидесятники от ары оселяне мы должны построить мост между тем что было до революции и тем что будет после нас вот они вот и оселяне строил этот мост всю жизнь и в какой-то степени этот проект тоже часть этого моста только теперь от них от шестидесятников ну как бы когда это появится но это будет это будет длиться и это будет существовать и при желании любой человек может это найти с этим жить это слушать рассказывать об этом ну то есть это просто будет это будет и я хочу сказать что все мы прекрасно понимаем что западная киномузыка европейская в первую очередь и французская и итальянская золотой пары 60 и 70 она существует таким общем в хорошем смысле общим местом мировой сокровищница дети могут не знать из какого фильма эта тема но они прекрасно знают эту тему которая например из фильма там шербургские зонти какие там шербургские кто помнит этот фильм кто помнит про что этот фильм но в какой-то момент музыка была отделена от кадра и так сказать присоединилась к вечности и это часть культурного пространства железный занавес был по обе стороны и мы для себя ту сторону открыли но свои закромания до конца открыли и мне нравится реакция моих зарубежных друзей когда я им что-то завожу и по ну они для себя просто какой-то новый континент открывается в этом плане в этом в этом плане да мне кажется важно ну собственно говоря и дальше я из этого короткого листа составляю уже саму компиляцию которая важна которая будет хорошо входить которая по драматургии хорошо построена и что самое главное в ней должны быть самые значимые треки этого композитора и лучше чтобы это все стояло в хронологическом порядке и чтобы там были все этапы в его творческой биографии что называется зашифрованы в общем что касается это что касается музыки что касается книги то там нет ни одного слова написанного там современниками мной или там редакторами то есть я попытался собрать эти материалы таким образом что как будто бы ведет в какой-то определенной хронологии свои заметки это его слова которые были собственно сказаны и зафиксированы и плюс его творческие партнеры коллеги или его просто очевидцы всех событий просто это определенным образом структурировано разделено на определенные части из которой вырастает из которой вырастает ну в общем который проявляет суть который проявляет суть значит помимо отделения музыки от кадра что еще важно в этом проекте это это путь художника когда из запретов ограничений когда из несвободы все это порожда художник так сказать перерабатывал и превращал большую свободу на своем жизненном пути и это потрясающе наблюдать это очень вдохновляет вдохновляет будет вдохновлять любого человека и собственно поэтому название проекта три степени свободы музыка кино ссср это что касается это что касается это что касается книги значит сайт который книга это самый информативный информационно насыщенный источник будет сайт будет по информации но не немножко сжат и потому что ну просто это негуманно такой объем информации было помещать на сайт все-таки сайт это будет такая дорожная карта для всего проекта и оттуда можно будет попадать и на музыку и на фильмы и на академическую музыку шнитки и слушать и собственно читать все важные базовые разделы плюс там еще будет разделение которые в книге нет в книге все-таки такой достаточно сплошной текст хотя и с вкраплениями а на сайте будет изначальное мое разделение помимо слоя кино основного слоя эволюции художника его путь в кинематографе будет слой практикум как собственно делается музыка к фильмам как она пишется как композитор взаимодействует с режиссерами с дирижерами что важно что не важно такой чуть-чуть прикладной но очень увлекательный опять же все это слова шнитки и третье это философия и любой художник ну или метод оставляет после себя и свои философские высказывания помимо его произведений и конечно своим ученикам метод и собственно третий слой это метод и четвертый слой это время это такой позвоночник года с шестьдесят второго по тысяча девятьсот по восемьдесят пятый те годы когда шнитке работал активно в кино и слева его кинофильмы которые можно кликнуть и естественно посмотреть на всех хороших источниках а справа его академические произведения которые тоже кликабельные тоже можно собственно говоря послушать ну в общем такая штука и до сих пор вот по шнитке насколько я понимаю так как я этим занимаюсь я понимаю что такой удобной структуры пока еще в сети нет это еще и пригодится ну просто любителям академической музыки вот но и это это что касается это что касается так сказать введения в проект теперь мне кажется что пора переходить к тому чем мы непосредственно занимаемся чему посвящена наша сегодняшняя встреча и наш наша лаборатория с антоном студии плавающего звука и что собственно будет являться самим так сказать оффлайн событием или сценическим воплощением хотя там сцены конечно нет это большой масс фильмовский ленфильмовский павильон собственно шнитке писал что задача его жизни преодоление разрыва между е и у музыки настоящей и поддерживаю прикладную музыку прикладной музыки преодоление разрыва между е и у даже если я сломаю себе шею и собственно в какой-то момент он это понял и он и он начал сочетать музыку прикладную и свою академическую музыку и пошло живое общение между то есть и он писал опять же что собственно и там и там он чувствует себя композитором что называется и моя настоящая музыка это киномузыка и наоборот так он говорил в общем такая фраза и собственно поэтому шнитке как никто как ни один академический может быть современный композитор был сформирован своей работой в кинематографе вот он туда пришел по принуждению шнитке пришел туда по принуждению ему нужно было зарабатывать деньги его отлучили после после короткого романа с союзом композиторов он пошел на серию каких-то компромиссов оратория нагасаки поэма о космосе он сам называет поэма о космосе своим худшим произведением и в общем он попал в черный список как он пишет и был назван в нем и тихон хренников председатель союз композиторов сэр сказал вы знаете что вы не талантливы поэтому вам не стоит заниматься этим делом вот такой был приговор и он пришел в кинематограф абсолютно случайно попробовал себя в кинематографе и почувствовал что называется что называется вкус с одной стороны и он стал жить двойной жизнью здесь у него музыка прикладная он зарабатывает он обеспечивает свою любимую семью и в общем с большим кайфом пишет прикладную музыку польки вальш марш и погони там бог знает чего еще стилизованную музыку под барокко а здесь продолжает свои так сказать свое учение и свои исследования новой венской школы и работают в такой вот математической манере то есть здесь музыка стерильная и здесь я настоящий композитор а здесь я могу делать все что угодно а вот не дает мне так сказать сбиться с дороги как раз вот математичность новой венской школы и это его страхуют от падения в пропасть поэтому долгое время это совершенно не смешивалось до определенного периода ну а потом произошло произошло нечто и все перевернулось и это все смешалось и шнитке нашел для себя самое важное слово в своей жизни на что на чем вообще построена его творчество но об этом впереди но в общем я давно увлекаюсь многоканальной музыкой и многоканальная музыка звучит в электротеатре в нашем спектакле ноябрь по последнему альбому мегаполиса одноименному ноябрь и интерлюди интерлюди для этого спектакля то что звучит между нашими музыкальными номерами именно многоканальный написал митик урлянский современный композитор и когда я думал каким образом я хочу показать ну дать людям послушать шнитке так сказать не онлайн счастливая случайность познакомила меня с антоном яхнтовым мы сделали телемост он давным уже давно уже живет в вене он учился в нью-йорке своему делу а косматическому об этом он сейчас сам расскажет и моя совершенно крамольная идея вообще не подкрепленные технически о том как было бы хорошо чтобы в определенном пространстве его киномузыка шла с одной стороны академическая музыка с другой стороны и сначала она как бы не смешивалась потом бы она стала смешиваться как-то ну то есть полный бред и этот бред как вы понимаете начал воплощаться собственно я познакомился с командой слен фильма и собственно они предложили сделать такую звуковую экспозицию и зацепились за слово отделять музыку от кадра и присоединять к вечности и мы решили делать собственно практически полностью звуковой перформанс чтобы чтобы нашими главными частями органами чувств были были уши и тут же познакомили меня с Антоном Антон к тому времени здесь уже вел собственно свою студию акусматической музыки и приезжал из Вены и привозил знаменитых акусматических дирижеров которые которые здесь вели мастер-классы и в общем технически это все стало воплощаться и воплощается до сих до сих пор у нас еще месяц счастливой работы вот что такое акусмониум я думаю что об этом нам какие-то простые ясные слова скажет сам Антон да Олег большое спасибо и на самом деле с самого начала я безумно рад что мы над этим работаем и для меня был большой честно говоря шок в этом мосте когда я так отлетел когда ты мне просто начал объясняя общую структуру идеи тут же уходить в детали шнитки как одно сплетается с другим все я в те моменты подумал то есть если целью было еще так сказать ну присоединить шнитки к ну вот я в этом смысле наверное пример потому что и спасибо тебе большое за это и сегодня тоже у нас прекрасный день когда мы еще глубже закопались в общем я очень рад и и касательно акусмониума ну мы проводим его здесь тоже я в общем могу слова твои что если не я то кто же скажи что это за что да ну то же самое что в общем это подход мой вот нашей небольшой команды я благодарен Александринке за то что в общем первое место в России где мы ну вообще где акусмониум начался да это это оркестр громкоговорителей оркестр громкоговорителей действительно да и по сути дела это вот та та линия которая спасибо тоже вышепомянутому Тихону Хреникову и линии партии вот в общем называлась электроника как генетика это все ну ты наверное больше этого времени застал кем и чем это ну да уже излет конечно да 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 вот и ну то есть по сути кроме той самой эсэм экспериментальной студии электронной музыки в том числе шнитке наш объект и персонаж и любовь работал вот по сути в общем место во все во всей большой стране ну вот именно в качестве электронной студии как таковой не было вот и но тем не менее вот скажем во Франции да там это пьер шеферы музыка конкретная музыка да и его студия джерем который он основал и там эркам позже появился ну как бы немецкую историю я тоже думаю что все знают это штагхаузен и в общем его там школы ну и так далее это многоканальная музыка представьте себе вокруг вас электронная электронная музыка и многоканальная она стала давай все таки про акусмониум расскажи потому что мы так это полусотни громкоговорителей которые стоят по акусмониум родился уже в контексте электронной музыки который как бы не было у нас но которая ну прошла некий путь нескольких десятилетий во франции конкретно вот и в великобритании в америке в аргентине в германии голландии швеции и в электронной музыке собственно говоря ну как и любая другая музыка она делится на две вот эти вот большие группы то есть одно как мы ее создаем пишем шнитке это ноты да то есть то что шефер называл абстрактной музыкой конкретно это то когда мы уже с материалом работаем и не с символом материала а вторую ну то есть шнитке пишет ноты да там мы пишем звуки звуки но это как бы процесс создания и в процессе создания и тогда уже собственно к 60 70 был ну достаточно такой не слабый прогресс да то есть в смысле уже появившихся систем звукозаписи синтезаторов и так далее так далее вот а что а что делать с вот с второй этой частью с именно с исполнением вот и кино здесь очень кстати говоря тоже очень близкий друг и товарищ система долби и мало кто знает что под войной мир открыли эталонную студию на масс-фильме где 70 миллиметровая пленка проекция и где про образ современного долби советские инженеры так сказать воплотили многоканальную систему звука в зале и ну если мы спутник в космос запустили что нам стоит на канальность тем звук вперед долби построить они отличный зал просто мне довелось там записывать музыку отличный зал и многоканальная система но была проблема в том чтобы ну было построено всего несколько кинотеатров с таким многоканальным звуком это такие были флагманские кинотеатры широкоформатные с проекции нельзя было нельзя было да чтобы был уверенным но это была такая все таки но это это были единицы кинотеатров поэтому да опыт ну вот а наши друзья французы я не понимаю у меня нормальный микрофон тоже я олега слышу очень хорошо себя вот но свой голос никто не любит а вот и французы рассуждали следующим образом что как бы кинотеатры уже были везде и очень многие композиторы тех кому привозили жан-клод и луа и франсуа бель там в детстве в сороковые 50-е годы как бы они ходили кинотеатры были достаточно дешевыми они были везде в то время как там ну а где слушать или где исполнять и где слушать электронную музыку по сути вот ну в консерватории тоже она еще не совсем проникла там тоже были свои в общем баталии вот если в америке то это до сих пор как правило университета вот и французы в общем тот же сам франсуа бейли они думали о том что ну по идее как бы мы же пишем эту музыку почему бы не не иметь столько же залов построенных специально для вот ну воспроизведения этой музыки ну по по аналогии с кино за кинотеатрами да собственно в чем разница там мы смотрим кино который является сложной такой сложным так сказать движущимся во времени разворачивающимся визуальным конструктом это здесь то же самое только ушами и поэтому акусматика она во многом началась как такой у него был никнейм кино для ушей и это тоже был еще у нас один из пунктов где мы с олегом стали как бы работать вот это как бы отправная точка да соответственно сначала франсуа бейли построил оркестр ну то есть сейчас где-то прямо на пятое поколение акусмониума мы в общем его являемся современными но тогда он исходил из аналогии ну в общем он строил первый акусмониум по аналогии с оркестром превращал каждого музыканта в динамик высаживал их в полукруг и заставлял их играть и у каждого был свой характер свой голос там амплитуда громкость пространство расположение и так далее как то что в нашем с тобой любимом немецком языке называется кланк фарбе а потом мы решили ну а почему мы их посадили и все пусть они будут вокруг нас потом они разместились окружили ну что в общем логично почему нет да и тогда стало возможно и соответственно музыка на тот момент тогда не было ни компьютера вот как сейчас мы сидим перед нами файл мы видим волну тогда это были пленки как ты говоришь собственно моно и разноформатные они не стыковались от студии к студии от страны к стране то есть это была большой проблемой записать что-то в Швеции а затем с этой пленкой приехать во Францию и как бы и что там не было чем ее читать ну и соответственно возникла эта идея как из моно или стерео музыки исполнять пространство пространство за счет именно разницы в динамиках направленности в расположении как за счет вот этого то есть соответственно ты упомянул имя ну то есть термин дирижер в принципе да исполнитель акусматики который как правило автор он же еще и дирижер то есть мы на в общем микшере который ну наоборот только не миксует а разводит ну выглядит так же делается пространственное исполнение этой музыки на мой взгляд конечно ну тоже жалко что действительно их мечта не реализовался что это не на каждом углу но хотя бы один в России есть и это здорово и мы хотели действительно с Митей Курлянским у нас были планы на двадцатый год делать один здесь один у них потому что мы много это обсуждали у него был опыт в электротеатре но у него был опыт тоже в Германии в каком-то году 2008 но потом пришел ковид и все это рассыпалось но мы сделали это ура что мы все-таки спасибо нашей команде и театру мы сделали это у нас на сцене и я надеюсь что мы все-таки продолжим планировать с электротеатром теперь давай ну электронная музыка акусмониум но причем здесь не электронная музыка причем здесь шнитки потому что фактически но это уже tape music то есть то что мы делаем с Олегом сейчас с наследием с архивом найденным обработанным шнитки то есть по сути дела мы имеем дело с записями ровно в той же степени что если бы это была электронная музыка вот и при этом понятно что шнитки за всю жизнь написал только одно чисто электронное произведение и ну у него не было просто возможности да как это развиваться в этом направлении но никак собственно говоря нет но он писал об этом так что я потратил три года и выход для меня был слишком ну это произведение поток и разбег на рубль удар на копейку ну такой смысл у него был я ему дико завидую я думаю что я не хочу себя сравнивать с талантом шнитки но я конечно лет 15 пожалуй на это потратил прежде чем я стал что-то что-то мне стало кажется казаться адекватным ну вот и тем при этом те записи которые у нас есть они очень похожи на те параметры на которые очень часто обращают и с которыми работает композитор электронщик или композитор конкретной музыки а именно контекст да какой характер какой цвет звука у нас Олег провел невероятную работу по вот не только поиску этих материалов но и по по нахождению как бы переходных моментов вообще в акусматике одно из ключевых слов это трансмутация то есть по сути ну это может быть так сказать девиз наверное композитор акусматиков это когда берется ну какой-то звук или звуковой контекст и дальше он развивается и мутирует и меняется и собственно в этом есть и по сути то что мы то что ты собрал и что мы сегодня первый раз отслушали оно очень близко к акусматике потому что за счет того что не только скажем так идеи шнитки трансмутируют от кино к академии от ЕКУ от УКЕ но и скажем это записано рождественский и оркестр явно в зале а а та фонограмма принадлежит к фильму там есть интершумы да там совершенно другая запись то есть это одно и то же произведение но если бы я писал такую акустоматическую работу я бы намеренно так сделал скажем ну да я поменял бы вот именно вот контекст и все вот и в общем глобальная цель нашего представления который через месяц будет на лендфильме это как раз чтобы через уши что называется нутром и душой понять как развивалась музыка шнитке как она перекрестно сама опылялась его киноработы становились академическими работами как академические работы влияли на его кинематографический бэкграунд об этом можно прочитать и забыть и знания присваивают только благодаря тому что у нас есть опыт их ну то есть есть опыт и тогда мы присваиваем звание и то есть через звуковой опыт я думаю что будет проще и значительно яснее понимать фигуру шнитке и что его эволюцию ну по крайней мере такого подробного исследования еще не было и я надеюсь что вот такое дело шнитке задаете вопрос в конце жизни стал бы ли он таким композитором не работой в кино и отвечает что навряд ли хотя девять месяцев в году он писал кидомузыку и оставшиеся и оставшиеся там три месяца он занимался что называется делом своей жизни но тем не менее без он говорил что кино учит быстроте он говорил о то что шаляпин иногда ходил петь в хор чтобы почиститься и хождение композитора и подчинение воле режиссера это практически шаляпин который ходит в хор почиститься это кино как творческая лаборатория когда ты проверяешь свои идеи ну когда бы шнитке записал запрещенную свою первую симфонию никогда никогда ну либо там через пятнадцать двадцать лет когда ну понимаете же художественное произведение теряет свою актуальность его нужно представить здесь сейчас а дальше она уже начинает как-то жить если бы не Элем Климов и не вот эти два апокалипсиса ну собственно все это ты можешь проверить свои оркестровые идеи не через два года работы в стол а завтра работы над какой-то картиной собственно все это и сделала шнитке именно таким художником и по словам Сокурова он наверное такой может быть даже прочитать нет я не буду он говорил говорит говорил о том что шнитке нет не буду я перевирать его цитату но в общем смысл смысл в том что даже перестав работать в кино когда он писал просто начал сделаться свободным и писать просто свою музыку он все равно не мог избавиться от этих визуальных образов и Сокурова говорил что впечатление что он пишет свою музыку и смотрит на экран все время вот после 85-го года когда он перестал работать в кино мы были бы очень признательны комментарием вопросом ну и конечно огромное спасибо Олегу за спасибо тебе дорогой вот ну пока вопросов у нас есть вопросы нет да да конечно давайте а у нас по-моему микрофон уже берутся да хотела спросить еще идя сюда если знаете ли вы плохие фильмы где хорошая музыка по-моему уже ответ уже есть да прекрасная музыка спасибо большое Олег спасибо я специально из Москвы приехал послушать Олег тоже специально из Москвы приехал ИНС спасибо ИНС замечательно да 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 а добрый день Андрей спасибо большое за такое чудесное открытие скажите а все таки может быть дилетантский немного вот это совмещение процесс совмещения музыки кино и классической какие-то не знаю творческий поиск в этом ваш какие-то критерии вот я могу вам показать собственно здесь существуют такие вот маленькие аудиосхемотехника например это может звучать последовательно ну или или вот звучит последовательно да значит идет значит кино концерта концерта гроус опять кино опять концерта все здесь не смешивается здесь одно вырастает из другого потому как ну вы понимаете я уже рассказывал как эта музыка связана но но бывают случаи другие как например идут вот суммирование суммирование двух 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 пленок двух записей это идет суммирование тогда когда партитура ну понятно это записано двумя разными дирижерами рождественским и эре классом в разное время с разными оркестрами но по одной партитуре там практически ну чуть-чуть расходятся чуть-чуть сходятся и задача как я уже говорил задача это такое присвоение ну то есть через уши через сердце понимать феномен шнитке и влюбляться в музыку понимать что одно без другого не существовало у него что его сделало художником не благодаря вопреки вот и понимать всю эту красоту превращение низкого жанра высокий и наоборот и когда это все начинает соединяться и звучать в унисон и получается что вот это приходите с 11 по 14 там прям все будет в полном объеме и вот это так сказать акусматическое совмещение оно ну 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 вот с точки зрения если бы шнитке так не экспериментировал с многослойными фактурами про которые я рассказывал если бы шнитке не экспериментировал с теневой музыкой ну то есть в общем отчасти ну то есть то что он воплощал в своей работе ну отчасти мы просто ну немножко ну вот не то чтобы как-то но это но это все равно все равно шнитке шнитке и шнитке все будь он киношный и будь он академический к сожалению олег нам подают сигналы о приближающемся конце да я еще хочу про на давай проанонсируем же послезавтра да да пока мы естественно работали над над вот вот мы поняли что нас много общего да и написали работу свою но это оммаж опять же шнитке и композицию поток который он делал на нс в студии мурзина на нашем этом великом синтезаторе и собственно это когда одна нота раскладывается на гармонике я сказал ну давай возьмем одну ноту так как у нас антон жить житель вены а у шнитке вене да вена у него родители туда переехали после войны он брал первые уроки венской учительницы вена это всегда являлась в его снах он крестился в вене в церкви приехал в брою и собственно антон я сказал антон давай в ты колокол запиши его собственно на гармонике там где он крестился и разложить собственно вот прозвучит послезавтра оммаж композиция флюс что по-немецки означает поток как собственно называлась та работа шнитке спасибо большое спасибо что пришли ждем вас послезавтра ждем вас в ноябре спасибо 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 спасибо